здравствуйте дорогие друзья много ли вы путешествуете россия великая страна со множеством удивительных городов с богатой историей культурой и архитектурой с которыми непременно нужно знакомить подрастающее поколение хорошо если есть возможность объехать нашу необъятную величавую родину но можно устроить виртуальное путешествие по книжным страницам которые расскажут о красивейших городах нашей страны самые интересные и любопытные факты одна из таких книг для виртуального тура книга алексея клиентова города россии серии история россии эта серия книг для детей наиболее полно раскрывающие перед юным читателям уникальный мир русской истории интересный текст и красочные иллюстрации сделали ее популярной серия выпускается с 1998 года в этой книге вы найдете занимательную информацию про такие известные города как владимир москва ростов севастополь но и при городах которые не столь на слуху вязьма зарайск осташков таганрог и другие юные читатели увидят как выглядят гербы этих городов познакомиться с историей их создания и прочтут интересные факты событий прошлого сегодня мы хотим познакомить вас с одним из городов из этой книги с городом астрахань сейчас даже не верится что там где были непроходимое соленое болото и пустыни сегодня раскинулся целый город это речной и морской порт крупный промышленный научный культурный центр в дельте волги с населением более 500 тысяч человек по большей части территории где расположена астрахань сплошная равнина а самая высокая единственная в области возвышенность гора большая бобда 150 метров высоту она считается священной у буддистов они верят что это место помогает человеку осуществить заветную мечту также удивительная история соленого озера паскунчак с того момента когда она перестала быть жерлом уснувшего вулкана опустившегося когда-то под землю теперь она лежит даже ниже уровня моря и насчитывает уже 260 миллионов лет паскунчак крупнейшее соленое озеро европы и россии с восьмого века еще при хазарах в этой местности начали добывать соль отправляя ее по одной из караванных троп шелкового пути на восток и запад сегодня баскунчак место в астраханской области где получают 80 процентов всей российско поваренной соли удивительно но добыча соли не нанесла озеру никакого урона ее вам хватит еще не на одно поколение существует несколько легенды происхождение названия города астрахань наиболее распространена версия разноязычной трансформации названия хаджи тархан в котором тархан означает у татар место освобожденное от податей по другой версии здесь проживала некогда сарматское племя асов которые во времена хана батая получили от него охранную грамоту тархан отсюда астрахан по мнению группы ученых слова астрахань образовалась от трех слов аст низина воды торг имя племени кан привал стоянка то есть астрахань ас-тор-кан в переводе стоянка торгов на низу воды а в народе бытует версия что будто бы основал город один из татарских ханов и дал ему название в честь дочери астры отсюда и астрахань временах татарских ханов напоминают город сарай-бату туристический комплекс посвященный культуре золотой орды сарай-бату стоял на месте следования торговых маршрутов великого шелкового пути и удачное расположение давала предпосылки для его развития это был прекрасный город с дворцами мечетями водопроводом фонтанами тенистыми садами сарай-бату древняя столица золотой орды в 13 веке а также декорации к фильму орда которые после съемок сделали развлекательным комплексом это не совсем точная реконструкция средневекового города а скорее его художественный образ воссозданный по записям и археологическим находкам времен орды интересное место которое непременно следует посетить если поедете в астрахань ведь если верить легендам то в эти пески хранят немало золота и драгоценных камней с 1459 по 1556 год астрахань столица астраханского ханства окончательное присоединение астрахани к русскому государству произошло в 1556 году в 1558 году сооружена крепость на зайчем или долгом холме и с этой даты ведет свою историю современная астрахань в 1582 году воздвигнут каменный кремль астрахань не раз была разворена и восставшими казаками и мутовавшимися стрельцами астраханский кремль место без которого невозможно представить знакомство с городом каменный кремль масштабно никогда не перестраивался поэтому до наших дней сохранилась несколько помещений шестнадцатого века в первозданном виде а стены и башни помнят многих русских царей главная ворота находится под восьмидесятиметровой причистинской колокольней она чем-то напоминает знаменитую пизанскую башню если приглядеться видно что построек а чуть накренилась за воротами успенский собор с необычными зелеными куполами первоначально стены успенского собора были из красного кирпича у копола небесно-голубого цвета золотыми звездами что символизировало богородицу на входе многочисленных переделок превратились в зеленые петр первый в 1722 году прибыл в астрахань для подготовки персидского похода и восхищался успенским собором во всем моем государстве нет такого липотного храма интересные факты об астраханском кремле он является мощнейшей крепостью средневековой руси стоит в одном ряду с московским и смоленским общая протяженность стен кремля равна 1544 метра а толщина стен варьируется от 3 до 5 метров по плану в кремле было 8 башен три из них дошли до нашего времени сохранив свой исторический вид иван грозный лично одобрил чертежи будущего кремля основным материалом для строительства каменной твердыни стала плинфа плоский обожженный кирпич который привозили с развалин зданий золотой орды современная территория кремля занимает 11 гектаров она очень ухоженная красивая утопает в зелени но все эти деревья и растения в свое время сюда завезли так как свои деревья в астрахани практически не растут и это еще одна из причин почтму деревянных зрений в астрахани мало большинство каменное некоторые виды флоры астрахани вызывает неподдельный интерес например глядичия дерево семейства бобовых родом из северной америки прямой ствол и ветви покрыты длинными известными колючками плоды достигают в длину 30 сантиметров и напоминает наш горох переросток ценится у местных за свою красивую древесину приятный основной оранжево-розовый тон местами чередуется с темно-красными иногда фиолетовыми прожилками а если заготовку перегреть при распиле или прижечь горелкой тот свет становится бордово-фиолетовым как у амаранта астрахань один из наиболее многонациональных субъектов российской федерации в астраханской области проживает почти 150 различных национальностей большая часть населения русские казахи татары и различные кавказские народы например нагайцы азербайджанцы чеченцы в астраханской области в селах успех и речное живут липовани переселенцы из румынии местные жители считают астраханскую многонациональность главной фишкой региона и даже ею градятся у всех этих народов есть свои национальные особенности разные традиции обычаи и праздники на востоке от астрахани находится казахстан на юге кавказ а на западе калмыкия благодаря такому соседству сформировался особенный колорит города где смешались традиции культуры сразу нескольких народов разношерстность и разноплановость культуры ощущаются на каждом шагу особенно в архитектуре города где смешались истории современность а также разные стили модерн соседствует с барокко а мавританский стиль разбавлен домами напоминающими средневековые рыцарские замки в миниатюре в астрахань приезжают иностранные студенты из индии и стран африки в 17-18 веках в астрахани жила огромная община индусов царь разрешил им торговать беспошлино поэтому за несколько лет в астрахань переехало много купцов из индии которые получили центральных фротал для жизни стали богатыми купцами одним из самых богатых людей города в 19 веке был перс усейнов ему принадлежало огромное количество зданий в центре астрахани и сейчас сохранилось много доходных домов купцов которые делают некоторые улочки города очень милыми и кукольными в центре города улицы очень узкие двум автомобилям сложно разъехаться очень много пешеходных улочек например улица никольская с прекрасно сохранившими созданиями 19 века где снималась кино не может быть и олег дали пел свою знаменитую песенку про купидона в астрахани много разных храмов церквей и других религиозных сооружений религии тоже разные православие мусульманская вера буддизм чувствуется близок калмыкии например в селе речное раньше жили калмыки буддисты и в нем до сих пор сохранился хуру недавно его отреставрировали и теперь там иногда совершают богослужения астраханская область один из центров буддийской культуры в россии сегодня регион возрождает почти ушедшая во времена атеизма духовно-религиозные традиции по всей области строятся и восстанавливаются храмы и культовое сооружение в их числе ступы просветления или субарганы по-калмыцки сквозь город протекает река кутум и есть много вырытых ручную каналов астрахан действительно можно назвать волжской венеции или городом-островом она стоит на 11 островах которые между собой соединяет больше 50 мостов набережная волги прекрасно она начинается у памятника петру первому чье имя собственно и носит ее особенность забавные скульптуры на отдельных участках и красивые фонтаны 18 веке по приказу петра первого в астрахани сооружаются верфи строится к списке военный флот в 17-18 веках город из-за выгодного расположения на торговых путях превращается в крупный ремесленный центр а волга становится важной транспортной артерией некоторые историки утверждают что город настолько подходил по характеристикам для торговли строительства флота что император даже рассматривал его как возможную южную столицу так что же посмотреть в краю арбузов лотосов и пустынь когда и зачем ехать в астрахань если коротко за новыми впечатлениями конец июля августа начало сентября лучший момент чтобы побывать в этом городе именно в это время года здесь концентрация всего самого-самого астраханского просто зашкаливает например едем смотреть на цветение лотосов сезон цветения начинается примерно с середины июля и продолжается до конца сентября их можно найти напротив отеля азимут возле острова болгинского на ерике рыбацком в астраханском государственном заповеднике ну и конечно просто необходимо взять экскурсию в дельту волги и прикатиться по ее рукавам и тростниковым каналам перед впадением в Каспии Волга распадается на множество около 500 рукавов и протоков образуя уникальную экосистему водно-болодных угодий вы окажетесь в одном из уникальных природных комплексов нашей планеты на взморье Каспия непосредственно рядом с астраханским государственным природным биосферным заповедником Каспийское взморье место произрастания самого северного лотоса в мире лотоса Каспийского расцветая в середине лета это растение буквально преображает Волжскую дельту покрывая ее нежно-розовым ковром и наполняя воздух едва уловимым божественным ароматом Вы даже не представляете что эти цветы могут быть такими большими нередкость когда размер листа лотоса превышает метр в диаметре а сам цветок достигает диаметра в полметра лотос любимый цветок богов это символ невинности надежды и просветления чистая энергия бриллианты из лотоса древние времена на силе для успокоения эмоционального и ментального состояния в буддизме лотос это божественный цветок востока символ чистоты жизни и счастья а вы знали что лотос это еще и вкуснейшая еда на экскурсии вам непременно предложат попробовать семена лотоса они съедобны например в азиатских странах у лотоса едят и краневища и семена и даже стебли у корней мягкий вкус и хрустящая структура их используют в салатах а также варят жарят тушат и запекают в фритюре корень лотоса отлично подойдет для овощного рагу и супов а семена измельчают сушат и делают напиток похоже на кофе также вам расскажут про челим водяной орех он известен здесь с древних времен и используется не только в гастрономии но и в народной медицине семена челима отвариваются и подаются в качестве легкой закуски река волга порадует вас не только цветущими зарослями лотосов вы можете отправиться на самую настоящую рыбалку вашему взору откроются шикарные виды такой разной матушки волги она впечатлит своей разноплановостью теплой водой и обилием рыбы в астрахани водится практически все классические для российских рек виды рыбы лещ карась в область щука судак тарашка рыбы в астрахани водится очень много самых разных видов и размеров например такого размера с ладонь моллюска европейскую жемчужницу можно встретить на водных просторах волги биологи выяснили что гигантские моллюски которые в последние годы часто встречаются в нижнем течение волги имеют китайское происхождение некоторые экземпляры в длину достигают 15 сантиметров но и конечно после рыбалки непременно искупайтесь волги ведь температура воды к августу достигает там 25 градусов особенно хороша волга в закате кому не повезло словом не отчаивайтесь в астрахани есть много замечательных рынков где продается практически любая рыба один из таких рынков вселенские сады это топовое место чтобы приходить за рыбой и рыбными продуктами здесь вам с радостью отрежут кусочек на пробу поэтому голодным отсюда точно не уйти от обилия рыбной продукции разбегается глаза тут есть все на разный вкус и кошелек еще одна фишка рынка шуточные лозунги с описанием товара вместо некоторых ценников например ловили на дорогих червей или вобла жирная глаза карие жир их смачный просто бомба судак диетический динамит лещ супер вобла королевская звезда кстати именно вяленую рыбу местные жители почвят больше всех виолеха отварная очень популярное здесь блюдо это когда сухую соленую рыбу чаще воблу леща щуку или судака заливает холодной водой отваривают минут 15 на гарнир к ней подают отварной картофель свежие овощи кстати вы знали что астраханскую селедку называют бешенка вкусная кухня одна из особенностей астрахани разнообразное рыбное блюдо и необычное лакомство однозначно стоит попробовать чтобы по-новому взглянуть на город обязательно отведайте астраханскую уху сваренную свежего улова из трех видов рыб жареху когда куски крупной рыбы или целые тушки мелкой воблу окунь и линия обжаривают на сковородке на растительном масле предварительно нарезав с двух сторон каштаны и щуки котлеты в виде шариков рыбные драники а на десерт отведайте из кряники сладость из рыбной икры например из сазана подаются со сметаной или соусом тартар и конечно же едем похрустеть арбузами ведь всем известно что астраханские арбузы самые сочные и сладкие и август сентябрь самый сезон есть версия что они привели восторг самого петра первого который во время визита в город так восхитился гигантской ягодой что приказал отчеканить монету по некоторым описаниям памятную медаль в ее честь арбузы местная гордость поэтому лакомств из них здесь множество и с разными добавками например с ягодами или яблоками не забудьте привести в подарок варенье и цукаты из арбузных корок а также прихватить астраханские татарские помидоры бренд который знают во всем мире в 90-е 2000-е все поезда в москву были забиты коробками и ящиками местных помидоров это был лучший подарок ну кроме рыбы и конечно приехав в астрахань отправляйтесь гулять по барханам ведь чтобы увидеть настоящую пустыню не обязательно ехать в дубай и спробуйте мед из верблюжьей колючки которая растет в пустыне он отличается необычным вкусом и массой полезных свойств кроме верблюжьей колючки можно найти мед из акации луговых трав и также астраханских фиников растения под названием лох серебристый и так астрахань это тот город куда непременно стоит поехать и это не только арбузы и рыба это еще и уникальный кремль множество фонтанов необычные музеи старинные здания красивая набережная для романтичных прогулок соленое озеро баскунчак и столица золотой орды сырая бату поэтому смело отправляйтесь в путешествие здесь хватит и достопримечательностей и местных деликатесов для гастрономического раздолья а местные жители гиды расскажут все о городе астрахани и откроют его совершенно неожиданной стороны у каждого города свой облик свои памятники старины история каждого города маленькая часть истории нашей большой страны приходите в библиотеку узнавать о них больше